5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Детская служба новостей. Это программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Береза – самое распространенное дерево на территории России. Такая близкая, такая разная. Она дает жизнь множеству изделий. Тяжелая, плотная березовая древесина используется для изготовления лыж, высококачественной фанеры, а также для мелких лесных игрушек. При переработке коры березы образуется деготь. Он издавна применялся в медицине, парфюмерии и косметике. Березовый сок идет на приготовление разных напитков. Крупная береза может дать в сутки больше одного ведра сока. В этих слезах березы большая богатырская сила. И это действительно так. К весне дерево накапливает много полезных компонентов. Верхний слой березы имеет собственное название береста. А вот из нее создают множество изделий. Каких именно, мы сегодня и узнаем у народного мастера Виктора Михайловича Романова. Добрый день, дети! Вы находитесь в творческой мастерской моей личной. Вот я вам расскажу о своей творческой деятельности немного. Начал я творческую деятельность с 6 класса. Я вырос в деревне, в тайге, и вот мне понравилось изготавливать с бересты какие-то вещи. Но не было, кто бы научил. И вот когда я к соседу приходил, дядя Ваня и с бабулей жили, и вот у них на столе стоял туисок маленький. И мне так в душу это запало. Я говорю, дядя Ваня, научите мне изготавливать с бересты что-нибудь. Он говорит, я, говорит, не помню, это мой дед делал. Но единственное, что я помню, как он меня научил исполнять пародии птиц. И вот я с 6 класса, меня взяли в ансамбль художественной самодеятельности, и я начал исполнять пародии птиц им. Вот я покажу. И вот с этой берестинки началась моя жизнь творческая именно в берестином промысле. Ну, конечно, это не сразу получилось, потому что все это забыто, ремесло было забыто, к искусству тянуло. И вот за все годы я освоил все виды декоративно-прикладного творчества, и резчик профессионал, и чеканные работы, и оформительские. В бересте хранили все. И молоко, и сметану, и квас, и хлеб, и соль, и все-все-все специи. Вот это моя первая работа, вот, я сохранил, это 87-й год, это уже довольно... Здесь даже у меня муку хранили, видите, так и мука сохранилась. Почему наши предки хранили в бересте? Потому что береста убивает бактерии. Раньше делали, вот как мне отец рассказывал, брали туисок, наливали квас холодный, и на покос. И вот день стоит на солнце, квасе в туиске, и он как был холодный, так и есть. Потому что свойство бересты, как свойство термоса. Как налил холодный, так оно и есть. Это очень, конечно, трудоемкая работа, сложная. Вот эту работу я делал уже почти 30 лет назад, видите, какая работа сложная. Это надо придумать сюжет, надо изготовить. Все думают, что вот это приклеено, а тут одна рубашка называется, наружная, средняя и внутренняя. И надо доли миллиметров подбирать, чтобы вставить друг к другу. Ошибешься, все. Раньше шили и обувь, и избы покрывали, и фундаменты, и лодки обшивали, и все-все-все. То, что это было, береста, она доступна была для населения. В каждой деревне изготавливали, каждый умел почти делать какие-то изделия. Охотники брали на охоту для загона лосей. И вот, ну, в зависимости от размера, если сделать размер метровый, то можно услышать за 3 километра. То есть звук. Но все думают, что это склеено, но она бесклеена. Он собирается, я его могу собрать и опять собрать. Видите, могу любое. О, так поверну. Видите, как она держит сама себя. Вот она на полосках. И вот она такая. Потом попробуйте. Вот это и авторская работа. Вот фильм снимали обо мне, и вот делали специально для ягодов. Видите, она тонкая, выдержит любой вес. Некоторые вещи я без эскиза делаю. Этого тоже я взял, кусочек бересты и начал резать. Типа чешуйки, видите, какой красивый. Вот тут 3600 чешуйок. Работы Виктора Михайловича хранятся во многих музеях. А здесь, в его мастерской, образцы для экскурсий. К нему очень любят приходить дети, перенимать опыт и учиться. Вот и нашим корреспондентам выпала честь поучаствовать в мастер-классе. Они будут делать берестяную подставку под горячее. Инструменты у Виктора Михайловича авторские, он изготовил их сам. И по ним сможет узнать любую свою работу даже без клейма и спустя много лет. Но даже при одинаковых инструментах задумка и фантазия у каждого свои. И у детей рождаются уникальные работы, которые украсят домашние кухни. Каждый, кто побывал в гостях у Виктора Михайловича, оставил теплое пожелание на память. Вот, например, пожелание на английском языке, а вот и на японском, и даже есть на французском. Мы тоже оставим свой отзыв и добрые слова. Кстати, об играх. Вы наверняка знаете, что компьютерные перешли в разряд киберспорта. И поэтому, сидя за монитором, вы тренируетесь. И, может быть, вас возьмут в сборную. Но и настольные игры не отстают. В нашем крае прошла уникальная олимпиада по самым крутым настолочкам для юных журналистов. На первый взгляд дети просто перекидываются в картишки, кидают кубики и весело болеют за своих. На самом деле это и есть соревнование по направлению «Русский язык. Деловая коммуникация». Задания здесь интересные. Назвать на нужную букву предмет тоньше сантиметра или то, чего не существовало тысячу лет назад. Причем сделать это быстрее всех. Зарифмовать как можно больше картинок для заголовка, объяснить слово, не называя его. Буквы, ассоциации, синонимы, предложения. Вот главная тема необычной игротеки. В краевом соревновании приняли участие школьники-тележурналисты. В качестве подарков, дипломы и грамоты. А еще возможность поучаствовать в съемках прямого эфира от телекомпании НТВ. Ведь что еще журналисту надо? Эфирчик, конечно. Всем, кто не верит в настоящего Деда Мороза, теперь можно предъявить фото. Вот он, волшебник из Великого Устюга, прибыл сегодня в Барнаул. Здесь его встречает коллега алтайский Дед Мороз. Посмотреть на обоих морозов вышли самые морозостойкие. На Алтае предновогодняя акция только начинает свою работу Барнаул-третий город из 22 пунктов путешествия. В каждом из них волшебник не только пообщается со своими маленькими поклонниками, но и раздаст подарки всем, кто отправлял ему письмо с пожеланием. Мы завели специальный почтовый ящик, на который пришли более 40 тысяч писем. Под Новый год вообще по мешку в день получают. Так вот, выбираем мы самые добрые, самые трогательные истории. В Барнауле главный Дед Мороз страны посетит несколько центров помощи детям с ограниченными возможностями и которые остались без попечения родителей. В этом ему будут помогать и местные волонтеры. А пока и сам дедушка получает подарки. Я буду вошел на дешевле. Если бы вы дадите свое желание, то у нас с этим будет. Потому что вам сделать свои нарухания. Те, кто сегодня побоялись холодов, могут пообщаться с Дедом Морозом завтра. В крае он останется еще на день, чтобы принять участие в большом представлении в одном из торгово-развлекательных центров. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. В нашем городе открылось уникальное кота-кафе, куда можно прийти и погладить любого хвостатого питомца. А их, между прочим, 11. Вернее, уже 10. Одного забрали домой посетители. И это тоже хорошая новость. Ведь все питомцы кота-кафе из приюта Ласка. Чистые, красивые, контактные. Они ищут общения, друзей и дом. Продолжим тему котов. Потому что, а кто же их не любит? Коты не только чтобы мышей ловить, они для доброты. И наш следующий сюжет – мастер-класс по живописи. Вместе с известной художницей Евгения Октябрь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня нас ждет урок живописи. А учить нас будет известная художница Евгения Октябрь. А кроме этого мы познакомимся со стилем импрессионизм. Ребята, сегодня у нас занятие по такому стилю, как импрессионизм. Знакомство с импрессионизмом. Ипрессионизм в переводе означает впечатление. То есть впечатление от природы, впечатление от человека, впечатление, допустим, в нашем случае от животного. Начинаем, берем карандаш. Сразу начинаем. Не буду долго говорить. Располагаем нашего кота по центру. Он должен быть добрым и любопытным. Кстати, а знаете ли вы, как исправить портрет, если ваш герой вышел вдруг грустным или злым? Нужно сделать ему более открытый взгляд, нарисовать глаза круглее. А еще сделать улыбочку. Теперь можно перейти к краскам. Начнем мы с темных мазков, синих и бордовых, с теней. Ведь импрессионизм означает впечатление. Его особенность – это крупные быстрые мазки, чистые и яркие краски. Знаменитые импрессионисты – это, естественно, Клод Мане француз, это Ренуар. Но это французы, зачинатели импрессионизма – это все-таки французы. Теперь перейдем к средним тонам. Добавим сочных цветов – красного, фиолетового, зеленого, голубого. Чем разнообразнее наша палитра, тем лучше, тем сочнее и ярче будет картина. Есть такой, знаете, бессознательный подход, то есть как получится, так и получится. Я, в принципе, за такой подход. Это означает, что не нужно думать над каждым мазком. Просто доверьтесь руке, смотрите и чувствуйте, пробуйте. После того, как будут нанесены краски, добавим свет. Много белого и желтого нанесем мастихином, специальной лопаточкой. Вы знаете, я Клода Мане видела вживую работу в музее Дорсе во Франции. Это просто чудо. Я никогда не думала, что и в учебниках не настолько была печать хорошей, чтобы передать свет и цвет на его работах. Руанский собор очень красив. Вечером, утром, днем серия. Астагасена – это просто чудо. Осталось написать мордочку кота. Сделаем это тоже мастихином. А обратной стороной кисти, палочкой, прочертим усы. И наши красавцы-коты готовы. Прекрасные, яркие, они всегда будут радовать взгляд. Не зря ведь говорят – коты для доброты. Отличная новость для наших телезрителей. Теперь вы можете отправлять свои мультфильмы нам в программу. Электронный адрес вы видите на экране. Лучшие работы мы покажем в эфире. Здравствуйте, с вами Кирилл Ильяновский. И сегодня нас ждет несколько интересных фактов о кошках. Все знают, что котята рождаются слепыми. А вот то, через сколько дней они открывают глаза, зависит от породы. Лысые кошки, такие как сфинксы, всего через 4 дня. А длинношерстным, таким как Мейн Кун, нужно полмесяца. В среднем кошки тратят 2 трети своей жизни на сон. Это значит, что 9-летний кот активен всего 3 года своей жизни. А еще кошки равнодушны к сладкому. При этом мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем мозг собаки. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки мозга, что и у людей. Пока-пока.